Жители Витебска жалуются на ужасное качество воды. Над Гомельской областью пролетел метеорит. На Могилёвщине задержали страховых аферистов. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В Могилёвской области 9 человек входили в организованную преступную группу, которая занималась страховым мошенничеством. Как сообщила прислужба УВД, всех подозреваемых задержали. В группу входили родственники и знакомые в возрасте от 28 до 50 лет. Они много заключали договоры добровольного страхования от несчастных случаев. А затем в квартирах, на дачах и в прочих местах умышленно травмировали себе пальцы рук и ног, предварительно вводя инъекции обезболивающего препарата. Подозреваемые фиксировали травмы, получали медицинские документы, а по ним страховые выплаты из-за травмирования. Деньги тратили на строительство и покупку жилья. На автомобиле давали знакомым долг под проценты. За два года мошенники получили свыше 550 тысяч рублей. Сейчас все подозреваемые задержаны и дают признательные показания. При обысках у них изъяли молотки и шприцы с инъекциями обезболивающего, а также часть незаконно полученных денег. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В среду некоторым жителям южной части нашей страны посчастливилось увидеть на горизонте космический объект. Метеорит ночью на несколько секунд озарил небо зеленым свечением, а после скрылся за горизонтом. Запись видеорегистратора с запечатленным необычным явлением опубликовали в телеграм-канале Флагшток. Отметим, что в это же время очевидцами падения метеорита стали жители Украины и нескольких областей России. Предположительно, небесное тело разрушилось на стыке Белгородской, Харьковской и Сумской областей. Добавим, что метеоритами называют твердые тела космического происхождения, упавшие на поверхность Земли. Большинство из найденных тел имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн. По данным специалистов, за сутки на нашу планету падает 5-6 тонн метеоритов. Жители Петрикова и Хойников жалуются на огромные лужи и грязь на улицах. О том, как выглядят дороги в этих городах, рассказали в телеграм-канале Беларусь за МКАД. Так, например, петриковчане недовольны улицей Лутинова, где глубокие ямы заполнены лужами. А возле города, в деревне Макарич, сельчане называют проезд к улице набережной танкодромом. Даже проезжающие грузовики рискуют увязнуть грязи. Однако ремонтировать дорогу коммунальщики не торопятся. Не лучше обстоят дела и с некоторыми дорогами в Хойниках. На улице Лермонтова из-за луж по колено гораздо проще передвигаться на лодках, чем на автомобилях. Ранее местных чатах жители улицы Колесникова сетовали на воду, стоявшую во дворах многоквартирных домов. Они неоднократно писали и звонили чиновникам с просьбой качественно отремонтировать дорогу, но их просьбы также игнорировались. В Лицком районе административно осужденных заставляют убирать камни. Чиновники заключили договора на такую работу с сельхозпредприятиями Воверка Агро и Песковцы. Сюжет об этом вышел на местном телевидении. Содержание одного арестованного в изоляторе временного содержания обходится в 20 рублей в сутки. Поэтому, чтобы они могли возместить стоимость, их направляют на общественно полезные работы. Арестованным приходится работать с 8 часов утра до 5 вечера. В день им платят около 20 рублей. Между тем, один из руководителей Воверка Агро заявил, что техника с камнями на полях не справлялась и возникла идея использовать руки арестованных. С этой целью заключили договор с Лицким РУВД. Впрочем, отправлять на уборку камней людей, переступивших черту закона, в Беларуси практиковалось и ранее. Например, под Самохваловичами. Однако на эту тяжелую работу выводят не только арестованных. В этом году в разных районах страны чиновники неоднократно хвалились, что на уборку камней отправляют студентов, военных, бюджетников, безработных и хоккеистов. Жительница Октябрьского района Витебска пожаловалась на качество питьевой воды. Об этом сообщил телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». Женщина живет в многоэтажном доме. Вечером она включила на кухне холодную воду, а из крана полилась жидкость кофейного цвета. Хозяйка вылила несколько литров, но вода светлей не стала. Причем объявления о ремонтных работах коммунальщики не давали. Подобные проблемы с водой возникают несколько раз в год. Женщина жалуется, что в чайнике и в стиральной машине постоянно образуется накипь. Из-за этого она вынуждена пользоваться фильтрами. Серьезные проблемы с качеством воды существуют и в Витебском районе. В подавляющем количестве случаев проверяющие фиксировали нестандартные пробы по показателям. Мутность, цветность, железо. Связано это с высоким содержанием солей и марганца, железа в почве. Чтобы решить проблему, необходимо построить станцию безжелезования и заменить изношенные водопроводные трубы, признают наличие проблемы чиновники. За три дня жительница Щучина перевела мошенникам крупную сумму денег. Один из банков сообщил милицию о подозрительном переводе крупной суммы белорусских рублей. Выяснилось, что финансовую операцию осуществила 87-летняя пенсионерка. Правоохранителям она двери открывать не хотела, а когда им наконец удалось поговорить с женщиной, та не стала их слушать. В итоге за три дня бабушка через инфокиоск осуществила 39 операций, отправив аферистам более 74 тысяч рублей. К ней несколько раз за этот период времени подходили сотрудники банка, предупреждая о возможном обмане. Но беспечная пенсионерка им не поверила. Как потом выяснилось, женщине позвонили в мессенджере Телеграм. Неизвестные. Они представились сотрудниками службы безопасности банка. С их слов, в финансовом учреждении работают мошенники, завладевшие пасмортными данными женщины. И чтобы спасти сбережения, деньги необходимо перевести на указанный злоумышленниками счет. В итоге все деньги пенсионерки ушли за границу. Белорусы стали хвастаться в соцсетях с собранным урожаем грибов. Причем из леса приносят корзины не только весенних сморчков и строчков, но даже боровиков. Повезло набрать белогрибов жительницы Калинковичей, решившие в праздничный день выбраться на природу. В чате грибы Белоруссии любители тихой охоты хвалятся найденными в Витебском и Логойском районе сморчками и строчками. Под Кличевым грибники набрали маслят, а возле Мозыря подберезовиков. Впрочем, медики рекомендуют с осторожностью относиться к весенним грибам. Строчки и сморчки считаются съедобными лишь условно. Также не стоит брать в корзину старые грибы. Они могут содержать личинок, насекомых, грибки, бактерии и патогенные микроорганизмы. Друзья, на нашем новом канале Маланка Экшн в субботу состоится большая премьера первой серии нового выпуска реалити-шоу с участием Светланы Тихановской. Самый честный разговор. Такой народного лидера вы еще точно не видели. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Впереди на Маланка Экшн вас ждет много интересного. Ну а после просмотра новостей вечером в 19.30 предлагаю присоединиться к нашему ежедневному прямому эфиру «Горячий комментарий». Заходите и задавайте вопросы нашим гостям. До встречи в эфире и Живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова